Ну, друзья мои, мы продолжаем. Мы продолжаем. Знаете, с каждым разом становится всё тяжелее почему-то. Наверное, потому что... Мы с вами занимаемся, наверное, чем-то таким, что большинству медицинских центров не очень нравится. По той простой причине. Они считают, что мы влезаем в какую-то вот такую зону жизни, которую по праву должны занять они. Это всё абсолютно верно. Но дело всё в том, что нынешняя медицина, занимаясь симптоматикой, переходит всё больше и больше и больше на химиотерапевтическую основу, забыв, что есть понятие таратогенности. То есть генетических изменений под воздействием метаболических продуктов, продуктов обмена фармакологического биохимических реакций с участием фармакологических препаратов. Причём каждый препарат, он наверняка имеет вот эту самую графу, где написано, не вызывает таратогенных изменений. Но тогда, но никто же не смотрел, вот мы говорим про клинические испытания, никто же не смотрел, как сочетаются один, второй, третий, четвёртый, пятый, а то и шестой препараты, которые принимает человек за один раз. С какими последствиями в этой ситуации может столкнуться человек? А ведь время, то, что называется фармакинетикой, то есть вывод остатков, метаболических остатков этих препаратов из организма у каждого разный, у каждого препарата. Понимаете? И значит, эти остатки, осколки этих препаратов продолжают вращаться внутри нашего организма и продолжают свою работу. Понимаете, не говоря уже о том, что вот этот переизбыток фармакологии, причём зачастую даже не по вине врача и по нашей собственной. Мы же привыкли теперь по каждому поводу чего-нибудь обязательно заглотнуть. Голова болит, закладнуть какой-нибудь там болеутоляющей. Температура поднялась, заглотнём ещё чего-нибудь. Понимаете, коленка заболела, ещё чего-нибудь. Пальчик заболел, ещё чего-нибудь. Кишки прихватила, ещё чего-нибудь. И вот так вот мы ведь каждый день чего-нибудь принимаем. А надо жить. И вроде легче становится. А ведь никто не думает, что со мной будет через неделю. После того, как я попринимал эти самые препараты. Не думают даже. Кажется, это хорошо. Вот медицина работает. Заглотил таблетку и всё. И у меня тут всё. И никто не думает при этом, что, к сожалению, великому эти вот ошибки в жизни нашего организма, сбои, с которыми мы и сталкиваемся в дальнейшем, они ведь, извините, начнут уродовать жизнь, там, через год, через два, уродовать просто нашу внутреннюю жизнь. И огромное количество усилий в нашем организме уйдут на то, чтобы бороться вот с этими самыми продуктами метаболическими, применением фармакологических средств. Понимаете, ну, мы же с вами говорили, целое направление сформировалось сегодня, и активно присутствует в медицине, которое называется эфирентной медициной. И мне кажется, что сегодня логика должна была быть такая. Провёл человек какой-то фармакологический курс, в этом есть ведь, возникает необходимость. Возникает, конечно, о чём вы говорите. Конечно, нам лекарства нужны, конечно, они нам помогают. О чём разговор? Но провели, особенно, длительный курс, не 7 дней, а там 2-3 недели, месяц на фармакологии. Пожалуйста, направляйтесь, если вы считаете, что надо находиться только в поле зре, в поле действенности медицины, врача. Пожалуйста, на эфирентную медицину. Плазма феррес разного типа, гемосорбция необходимость. Всё-всё оно так. Понимаете? Но проведите, очистите вашу кровь от этого. Приведите её в порядок. Разжижить её надо. Пожалуйста, делайте. Такие средства есть, не есть. Разжижить есть, и вы отодвинете вашу старость и ваше бессилие на годы вперёд. Отодвинете. Вы сохраните собственные силы. У кого есть такая возможность, может это делать фармакологически, может это делать в структуре медицинских услуг, как нынче говорят. Не врачебного искусства, а медицинских услуг. Представляете, да, формулировка. Раньше говорили врачебное искусство, восстановление здоровья человека, а теперь нам предлагают медицинские услуги. Понимаете? И, я скажу, прежде чем кого-то из людей обвинять в шарлатанстве, надо подумать, а вот что такое гидроколоннотерапия? Разве это не шарлатанство? И ещё какое? А на котором зарабатываются огромные деньги, практически во всех санаториях нынешних. Гидроколоннотерапия – самая такая вот процедура, которая прилагается чуть ли не всем. Очищение толстого кишечника. Как быть с тонким? И как быть с теми спазмическими ситуациями, которые возникают после гидроколоннотерапии? А как быть с микозами, которые начинают быстрее, активнее развиваться микозами кишечника при гидроколоннотерапии? А с этим как быть? Понимаете, я ведь недаром вспомнил про эфирентную медицину, а ведь это медицина детоксикации. Это медицина вывода, понимаете? Она не называется медициной очищения или детоксикации. Это медицина вывода ненужного, отработанного, накопившегося в нашем организме, вывод из него. То есть, понимаете, это придуманы уже способы такого механического вывода накопленных шлаков и токсинов. И при этом еще врачи говорят, что никаких шлаков у нас нет. Ну как это так? Я об этом во всем сейчас говорю. Потому что есть вообще-то... Ну вот я, по-моему, позапрошлую передачу или вот две передачи назад я говорил о том, чтобы самый простой способ проверить правильно мы с вами думаем или думаю я. Каждый из вас может это проверить. Взять для себя подходящий сорбент с учетом состояния вашего желудочно-кишечного тракта. с учетом. Если там, скажем, у вас задержки стула, остановка стула, запоры, то что называется. И начать курс очищения организма сорбентами. И опять, понимаете, активированный уголь появился в нашей жизни, в жизни современного человека даже не сто лет назад. Ведь, понимаете, активированный уголь для очищения использовали тысячи лет назад. Тысячи. Сохраняя себе таким образом жизнь. И провести вот эти вот три курса по семь дней. Единственное условие при этом насытить свой организм водой. то есть на достаточной степени гидротировать его свой собственный организм. Больше ничего. Да, вот каждый день потихонечку до полутора литров, чтобы воды было. Семь дней мы принимаем сорбенты, семь дней нет. Семь дней принимаем, семь дней нет. Семь дней принимаем, семь дней нет. Если вы чувствуете себя слабовато, не так устойчиво, ну, это может быть связано с разными причинами, то, прошу прощения, что надо сделать? Увеличить время отдыха. Семь дней я принимаю сорбенты, десять дней отдыхаю. Или пять дней принимаю сорбенты, семь дней отдыхаю. То есть тут вариации все есть. Не менее пяти и не более семи дней принимать сорбенты. На фоне приема воды. И вы начнете себя, через месяц буквально, начнете себя чувствовать совершенно иначе. Это первое замечание, о котором я хотел бы сказать вам сегодня. Еще один момент, еще один момент, на который я обращаю ваше внимание. И с этим я столкнулся. Ну, так получилось, что в интернете я начал по скайпу вести такие небольшие группы. Десять-двенадцать человек. Мы с ними обсуждаем разные проблемы, в том числе, вот как нам быть и как выходить из довольно трудных ситуаций. Понимаете, и я столкнулся вот с какой проблемой. Она абсолютно типична для современного человека. Выбросы. Выбросы на кожу. Особенно это касается герпетических. Вот сегодня Людмила Александровна сказала, что опоясывающие боли. А ведь это не что иное, как одно из проявлений опоясывающего лишая, то есть герпетического выброса из организма. Вот что это такое. Я слушаю вопрос. Алло. Алло, здравствуйте, Анатолий Фимович. Здрасте. Алло. Да-да. Анатолий Фимович, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Николаевна. Да, Татьяна Николаевна. Я из Владивостока. Да. Я вам писала и говорила по телефону. Ну, я вкратце о своей проблеме, чтобы вспомнили, может быть. Значит, у меня в желчном пузыре обнаружили камни и полипы и в почке камни и киста. Угу. Значит, вы мне дали так, направление на полтора месяца. Да. Я 12-дневное очищение сделала и месяц пробила отодекам по одной чайной ложке до еды, после еды одна чайная ложка полифита, квас болотого и зеленый чай. Угу. Вот я это месяц все провела, полтора месяца у меня получилось. Угу. Вам позвонила, вы мне сказали сделать повторный анализ крови и УЗИ. Алло, меня слышно? Я слышно, слышно вас. Только, Татьяна Николаевна, это ведь специфическая вещь, да? Ну, я слушаю вас. Ну, то есть, я уже так и подумала, что вы, может быть, среду или четверг индивидуально... Да, вот я про то и говорю. Результат есть какой-то? Плохой результат. Какой? Увеличение полипов. Ага, понятно. Ага. Понятно. Но только когда сделали анализы? Сегодня. Понятно. Сделайте, пожалуйста, через две недели. Увидите уменьшение полипов. Так, очень хорошо. Так, а мне... А как-то мне отдыхать эти дни? Да, конечно. Ага, то есть, я вот уже сколько, 10 дней отдыхаю от всего? Угу. То есть, еще поотдыхать и еще раз сделаю? Конечно. Все понятно, ладненько. Ну, потом по этому поводу, если что, я... Да, пожалуйста, да. Пожалуйста. В четверг лучше. Да, да, да. Все понятно, спасибо большое. Всего доброго. Знаете, какая штука? Должен вам рассказать один для всех. И для Татьяны Николаевны тоже рассказать один опыт в нашей программе. Когда-то, в общем, достаточно давно уже, по-моему, по-моему, года два назад здесь вот в Москве в Москву приехала женщина из... в район... Она живет в районе Балхаша, озеро. Это вот полупустыня с очень тяжелыми условиями жизни. Ну, а всякий случай, с точки зрения экологической ситуации, это очень трудное место. Приехала она вот с чем. Гламерулонефрит двухсторонний. Довольно тяжелый. Довольно тяжелая форма уже. Плюс поликистоз печени. И плюс, так сказать, соответственно, кисты на поликистоз почек. Ну, и вот сейчас я уже точно не помню, ну, по крайней мере, сейчас уже их нет. Вполне возможно, была им очень каменная болезнь. Вот мы с этой женщиной занимаемся уже... Она периодически звонит мне, ну, так мы договорились. Ну, просто ситуация у человека была чрезвычайно тяжелая. И надо было как-то попробовать ей организовать жизнь. Организовать вот существование для этой женщины с учетом того состояния, в котором она оказалась. И вот неделю назад, по-моему, да, может быть, немножко меньше, Лиля позвонила мне с Балхаша. Я боюсь, я думаю, что она слышит меня, и если я не прав, она позвонит и скажет, что я не прав, что я вру. Ну, результат на сегодня такой. После врачебного обследования, что очень важно. Кисть печени нет, печень чистая, никаких проблем, так сказать, по этому поводу нет. Одна почка функционирует стопроцентно, восстановилась функция ее практически до конца, хотя кисты не ушли до конца, а еще есть. И вторая почка уже на уровне восстановления. Вот в чем дело. Вот результат. Сколько на это потребовалось времени? Минимум полтора года. Вот об этом надо думать. Алло. 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 Да. Алло. Да. Я слушаю вас. Анатолий Ефимович, здравствуйте. Здрасте. Ой, другой там номер, уже другие говорят. Я слушаю вас. Анатолий Ефимович. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами говорит Березовская Галина Ивановна. Да. Из Иркутской области. Да, Галина Ивановна. Анатолий Ефимович. Да. Я вас очень часто слушаю. Да. По прямому эфиру. Да. Но никак не могу задать вам вопрос. Ну, задайте. Мне 71 год. Да. Ну, у меня уже букет болезни. Да. У меня ишемическая болезнь. Да. Стенокардия. Да. Итертония. Да. И обед. Да. Ну, в общем, это и коленные суставы, артроз. В общем, я сама себя запустила. Я бы хотела спросить, а вот можно мне начать вот то, что, допустим, а также с орбиты, солянка, вот эти, как и караила пока что мне сейчас. Да. Посоветуйте мне, пожалуйста, Анатолий Ефимович. Вы знаете, что сказать можно ли вам? Безусловно, можно. Безусловно, можно. О чем разговор? Потому что единственное, о чем я хотел бы вас предупредить, солянка холмовая никогда не помешает вам, и никаких проблем здесь нет, наоборот. Солянка холмовая – это хороший адаптоген печени. Да, вот поддерживатель печени и детоксикант печени очень-очень-очень даже неплохо. Побочных действий у него практически нет. Ну, если только у вас нет индивидуальных реакций в смысле, скажем, аллергических каких-то проявлений именно на эту траву. Но это легко проверить, понимаете, так сказать, не доводя себя ни до каких-то вещей. Только не сорбиты. Сорбиты – это особая форма углеводов, сахара. А сорбенты. Сорбенты. Сорбентами называются вещества… Сорбенты, сорбенты, я тебя неправильно назвала. Да, 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 вещества, которые удаляют лишнее из организма. Конечно, никоим образом не помешают. Единственное, что надо при этом, Галина Ивановна, соблюдать режим вот какой. Сорбенты всегда принимаются через полтора часа после еды и приема лекарств. Через полтора часа. И за полтора часа перед, до приема пищи и приема лекарств. То есть вот этот промежуток полтора часа между тем, как вы покушали, и если вы намереваетесь там через четыре часа снова поесть, то помним, что сорбент надо принимать за полтора часа до того, как будете кушать или принимать лекарства. Вот и все. Помешает? Нет, не помешает. Лишнее уберет? Уберет. Понимаете? Вашим лекарствам тоже не помешает, если вы будете соблюдать вот этот режим. Никак. Будет ли легче? Думаю, что да. Думаю, что да. А сказать, что мы с вами... Анатолий Афимович, у меня к вам вопрос. Да. Торбент, одна таблетка на один килограмм веса. У меня 90 килограмм. Это значит, мне 9 таблеток нужно пить. Как мне их распределить? На три раза? Или вот там... Как вот их не распределить? Галина Ивановна, вы имеете в виду что? Активированный уголь? Да, активированный уголь. Я прошу прощения, вы должны принимать сразу 8-9 таблеток на один прием. Понятно. Понятно? А то я бы могла делить на три этих. Это первое. Во-вторых, Галина Ивановна, а сколько у вас рост? Мой рост был 164. Этот раз у врача было 158 сантиметров встал. Встал 158, знаете, за счет чего? Да? За счет диабета, наверное, что у меня эти или косточки, или артрозы, или от чего это? Это за счет того, что у вас 30 с лишним килограмм лишнего веса. Все, я понимаю. Вот нужно мне от него, видимо, то, что я у вас спросила, буду делать в течение месяца. И потом буду вам перезванивать, Анатолий Ефимович. Пожалуйста, Галина Ивановна, только единственное, о чем я вас хочу предупредить. Особенно это касается диабетиков. Значит, сорбенты принимать, безусловно, можно. Тут никаких проблем нет. Значит, вы должны их принимать 5 дней. 5 дней. Слушаю. Перерыв 7 дней. Перерыв 7 дней. Да. И значит, вот смотрите, у вас получается в течение месяца где-то 3-4 курса таких по 5 дней. 3-4 курса, поняла, Анатолий Ефимович. Теперь смотрите, вы каждый день должны выпивать 1,5-2 литра воды. И причем при диабете это очень и очень важно. Но, предупреждаю сразу, в силу того, что ишемическая болезнь, стенокардия, скачущее давление, наверняка, я так сказать, и видим, это, так сказать, не очень... Еще кое-что там, наверное, надо было бы проверить. Например, почки надо было бы проверить. Обязательно. Значит, соответственно, набирать воду, которую вы никогда не пили, набирать воду по потреблению, очень аккуратно. Начните, пожалуйста, с 2-3 стаканов в день воды. Аккуратно. 1 стакан выпивать за 30-40 минут, глоточками буквально. Понятно? Поняла, Анатолий Ефимович. И прибавлять. Анатолий Ефимович, я воду начала пить. Ну, очень хорошо. Нельзя, вам нельзя... Я как с вами начала передачу вести, я стала пить воду. Хорошо. Я даже до полутора литра воды пью. Очень хорошо. Значит, тогда подключите сорбенты. И второе. И самое последнее. У меня остается одна минута. Поэтому, Галина Ивановна, будьте добры, внимательны. Да? Значит, вам надо обязательно творог с льняным маслом. Этот рецепт вы наверняка знаете. Знаю, знаю, Анатолий Ефимович. Очень хорошо. Половина... Вашу хочется знаю. Галина Ивановна, половину этой порции съедать утром, половину порции где-нибудь часов в 9-10 вечера. Поняла. Есть через каждые 4 часа, соблюдая диету диабетическую. Это надо обязательно. Есть через каждые 4 часа. Мы входим как бы в этот распорядок. Да? И за каждую еду вы должны съедать не больше 200 грамм. Стакан. Понятно? Все. Понятно. Старались делать это. Да. Старались делать. Очень хорошо. Через месяц позвоните. Все. Наше время истекло. Прошу прощения. Меня уже вырубают. До свидания. Здоровья вам. Через неделю встречи. Прошу прощения. Прошу прощения.